Программа мероприятия была насыщенной и началась с детских развлечений. В течение часа малыши под патронажем волонтеров играли в спортивные игры, участвовали в эстафетах и рисовали мелками лета. После завершения детско-развлекательной программы перед десногорцами выступили приглашенные коллективы. Праздничной программой горожан порадовали участники автономной некоммерческой организации «Центр поддержки людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Любовь». «Мы очень рады говорить о том, что вести здоровый образ жизни – это сейчас классно. И это всегда было, знаете, хорошо, когда люди ведут, особенно молодежь, трезвый образ жизни. Все, кто приехали, у нас приехало 50 человек из Брянска, мы ведем трезвый образ жизни, мы не употребляем никаких допингов, мы занимаемся спортом, у нас молодежь занимается творчеством». И вопреки всеобщему мнению, что бывших зависимых людей не бывает, среди представителей организации есть те люди, которые нашли в себе силы справиться со страшной бедой. «Трудно избавиться от этого. Всегда легко попасть в зависимость, а потом приходится несколько лет тратить на то, чтобы восстановиться. Поэтому мы рады, что мы приезжаем в такие города, и мы рассказываем о том, какие наркотики последствия оставляют после употребления. И мы рады молодежи предложить альтернативу. Это и есть танцы, рэп, спорт. Это то, что мы привезли сегодня к вам в город». Десногорская публика оказалась благодарной, и концертная программа прошла на ура. Авторский рэп и зажигательные выступления танцевальных коллективов показали горожанам новый формат развлечений. «У них в программе и танцевальные, и показательные выступления, и песни были. В общем, все было здорово, весело, интересно, все как обычно в Десногорске, круто». До позднего вечера на летней городской эстраде царила атмосфера драйва и безудержного веселья. Акция «Скажи здоровью да» собрала много неравнодушной молодежи и еще раз напомнила присутствующим, что без вредных привычек жизнь насыщеннее и ярче. Велита Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.